Приветствую вас, вы знаете, во-первых, мои соболезнования вам, во-вторых, мне кажется несколько странным, что вы сейчас находитесь в комнате своего деда, а не где-то еще, то есть вот, чем обусловлен выбор комнат, какая необходимость находиться в этой комнате, то есть, если вы собираетесь там жить, например, то, ну, наверное, правильнее будет сделать ремонт, да, как-то переклеить обои, хотя бы сменить мебель, планировку, вот, то есть, чтобы было видно, что в комнате больше недели, а раньше, а если ничего не делать, то естественно будет неуютно, это нормально, вот. Вот. Значит, вы говорите, что ночью не можете выйти из своей комнаты. Значит, значит, ну, это говорит о вашей впечатлительности, на самом деле, достаточно серьезной впечатлительности. Вот. И, соответственно, о подсознательном желании верить во что-то сверхъестественное, как способ избежать реальности. То есть, вот, в реальности вам что-то не нравится, в реальности вас что-то напрягает, что-то мучает, возможно. Вот. Соответственно, об этом тоже нужно подумать. Ну и не помешает, конечно, с вами поговорить и, в общем-то, проститься, наконец, со своим дедом. Вот. То есть, окончательно, расстаться с ним, вот, совсем. Пока что, на данный момент вы не расстались с ним, на данный момент вы еще не приняли этот факт, что его больше нет. Вот. И отсюда ваша такая модель поведения. Вот. В этом могу помочь. Это, если есть техники, есть две методы. Вот. Все это делается. Все это делается. А с другой стороны, с другой стороны, чего вы боитесь? Конкретно. То есть, призрак, если вы боитесь призрака, то призрак вам ничего не сделает. То есть, даже если призраки есть, то они не способны ничего сделать в материальном мире. Поэтому, что бы вы не увидели, вам это вреда никакого не причинит. Вот. И, соответственно, подумайте, чего именно вы боитесь. Может быть, у вас есть чувство вины перед дедом за что-то. И именно этого вы боитесь. В этом случае, с чувством вины нужно работать. Вот. Вот. Чтобы его не было, и чтобы вам было легче. Вот. Это то, что я могу вам сказать. Ну, исходя из того, что вы написали. Придумайте также, что вы будете делать, например, если вы увидите. То есть, что скажете, как себя поведете. Да? Это мне кажется куда более правильным, чем то, что вы сейчас делаете. Вот. Ну и подумайте о том, что дает страх. Именно вам что он дает. То есть, вы нуждаетесь в защите, может быть. Вы нуждаетесь в какой-то мистификации того, что происходит. Вы нуждаетесь в том, чтобы подтверждать опасность и находить оправдание чему-то. Вот. Что вы оправдываете для себя благодаря тому, что произошло. То есть, вот. Что-то вы боитесь. Да? Что-то вы боитесь находиться в комнате и выходить из своей. Вот. Что вы оправдываете этим? Подумайте. Вот. Ну и если вы верующий человек, то может быть имеет смысл сходить в церковь и сделать какие-то вещи, которые вас могли бы успокоить. Вот. Если нет, если не верующий, то тут, еще раз повторю, работа по опусканию учедшего деда. Только так. Ну и, как бы, демистификация ваших представлений, которые имеют место быть. Да? То есть, чего я боюсь конкретно? Вот. Это первый вопрос. Вряд ли вы боитесь именно деда. Да? То есть, вы боитесь чего-то другого. Значит, насколько страшно то, чего я боюсь. Что-то, как это может навредить мне. Что-то, чего я боюсь. И, соответственно, что я могу сделать, чтобы этого вреда не было. Вот. Я думаю так. Можно ответить вам на вопрос. Ну и последнее, наверное, что хотелось бы сказать, это то, что… призраки, призраки, они не выжидают, что это они либо приходят, либо уходят. Да? То есть, у них, если они есть, то они живут по своим законам. И, вы знаете, вам нужно идти вперед. То есть, идти напролом, навстречу своему страху. Просто, вот, сказать себе, вот, пока я его не увижу, да, я не буду, там, бояться. Например. А если увижу, то сделаю то-то, то-то, то-то. Вот. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. А я желаю вам всего доброго и удачи. Ну вот… Все.